Борьба с запрещенным во многих странах исламским государством, Джабхатан, Нуср и другими террористическими группировками в Сирии остается одной из главных задач. Без этого достижение мира невозможно. Усилия сирийской армии сосредоточены на направлениях, по которым к боевикам идут караваны с оружием, припасами и новыми рекрутами. Правительственные войска полагаются на поддержку воздушно-космических сил России. Немало делает и сирийская авиация. И хотя в ее арсенале не самая современная техника, там тоже есть свои асы. Как они работают на линии фронта, на месте увидел Антон Степаненко. Его лицо показывать нельзя. За таких, как майор Али, террористы назначили награду. Для боевиков из группировок ИГИЛ и Джабхатан-Нусра он враг личный, просто потому что летчик бомбардировочной авиации ВВС Сирии. Бомбы цель находят, поэтому от каждого его вылета у террористов потери. В сирийской авиабазе под городом Хомс лет 50, но с такой интенсивностью она работает, пожалуй, впервые. Машины хоть и старенькие, но советские, поэтому надежные, работают безотказно. Майор Али заступает на дежурство дней на 10 с небольшими перерывами на отдых. Максимальное количество боевых вылетов в день 4. Су-22 проверяют, заправляют, подвешивают бомбы и на взлет. Авиация работает по трассе на Алеппо. Боевики из запрещенных в России группировок ИГИЛ и Джабхатан-Нусра пытались ее заблокировать. Этим самым лишить сирийские войска в этой провинции пути снабжения. Дорогу надо было расчистить во что бы то ни стало. От нее зависит успех операции по уничтожению террористов к северу от Алеппо до сирийско-турецкой границы. В небе над Сирией становится тесно. Наступательной операцией, которую ведет сирийская армия на земле, нужна воздушная поддержка. Свои действия летчики координируют. Обмен данными налажен четко. С появлением российской авиации стало заметно легче выполнять задачи. Я не говорю про нагрузку. Она как была большой у летчиков, так и осталась. Важно то, что эффективность авиации значительно возросла. Расстояние до цели по авиационным меркам небольшие. На выполнение боевой задачи уходит примерно час. Взлет, сброс бомб, посадка. Под фюзеляжем бомбардировщика 8 авиационных бомб. Это бомбы сирийского производства. Практически точно аналог советских. Лишь заряд немного меньше. Их изготавливают строго по чертежам, поэтому эффективность ничуть не страдает. Сирийские самолеты летают на высоте 3,5-4 тысячи метров. Это несколько ниже, чем российские. Система наведения на цель попроще, поэтому требует визуального контакта с землей. Из-за этого редко какой полет обходится без того, чтобы самолеты не попали под огонь. Минимальная высота, с которой я работал, 40 метров. Работал авиационными пушками, по сути, как штурмовик. Но и на большей высоте приходится преодолевать систему ПВО. А это и зенитные пушки, и пулеметы, и ПЗРК. Лишь на первый взгляд в пустыне негде спрятаться. Майор Али уверяет, это не так. Ровно такой ландшафт в том месте, где боевики пытались заблокировать стратегическую трассу на Алеппо. Естественные складки, а еще умение террористов зарываться в землю, создавая укрытие. Поэтому каждый полет – это еще и оперативная авиаразведка для своих коллег и российских. Гул двигателей на сирийской авиабазе не смолкает и ночью. Антон Степаненко, Артем Григорян, Первый канал, провинция Хомс, Сирия.